Года что-то, ну там придумать уже что-то, и виндрейнджер в бане, ладно. Ну, хва-хва-па тоже в бане, драйоннайт. Драйоннайт не в бане, но... Ланая. Ну, хотя драйоннайт тоже. Ланая плоха против ДС, виверны и гиры. Ну, не лучший пик, но тоже вариант. Зависит от того, с кем ты в миде остаешься все-таки. Если мид доминируется, то туда можно и БКБ более-менее рано прикупить, а там и пофиг где на ДС. А вейперос? Вейперос, да, тоже вариант. То Хускар это бомба вообще здесь. Да. Хускар чуть хуже стал. Ну, а кем ты вот так вот встанешь? Опа! Ну, он стал чуть хуже, но не намного. Он стал хуже, но все равно ты против этого Данга не пойдешь каким-то слабаком. Ну, все-таки Андайнг Хускар чуть-чуть силу ворует, а Хускар всего 500 хп, и он... Ай-ай-ай! Ну, вначале будет тяжковато. Вообще, опять, зомби дирексирую, я никогда в жизни не хочу ходить. Никто не хочет. Что Илья мое мнение разделяет. Ну, они будут что-то придумывать. Вообще, как-то вот Шейкер... Не знаю я. Он заруинил все. Шейкер не очень... Ты как фиг. А Лейнинг разрушил. Ну, возможно, они поставят как-то даблами, или же кого-то роуминг оставят. Ну, потому что тут сейчас пока вот придет этот зомби с Тараксиром, и беги с той линией. Ну, а ты даже не накатишься на этого зомби, потому что сразу подай МДК за рейд. До новых встреч будет. Ну, надо как-то переживать. Важно получить этот армлет до 10 минут, и дальше он может развлекаться. Там вообще никто ничего не делает. Ну да, пока да. Вот и вейпероса забанили. На ком играть. А, так аппарат, чем вейпероса, еще брать не будут. Какой медовой герой? Сайлент? Нет, нет, нет. Ну вот есть герой. Теперь можно контрить. Нет, я думать над контрой ей. Но это контракт Ускара. Ну, против Темпларки можно взять не самый какой-то стандартный пик. Да, но, конечно, совсем отсутствие какого-то хиз. Ну, она фармит БКБ и панда ковнает. Фишка, да, что соберут БКБ и тогда вообще ничего на них не делают. Ну, Джекерос, конечно, я бы сказал. Веномантер, да. Ну, слушай, давай откровенный выбор между Веномантером и Джекеросом и побеждает Джекерос. Ну, против Темпларки Лайн Джекерос. Да, в принципе, побеждает Джекерос, потому что нахер мне нужен этот Веномантер. Бесполезный кусок. Ну и начинается бонус-темп. Последний пик у Virtus.prog тоже это будет. Для года, я так понимаю, сейчас же мидеру, да? Ну, скорее всего, да. Вряд ли Хускар пойдет в мид. Хотя, с другой стороны... Да, даже если пойдет, вряд ли это будет год. В принципе, опять же, может быть, тот же ДК. Если он не в бане, может быть, опять тот же ДК? Почему бы нет? Может. Тут он так себе... Ну, неплохо. Ну, а мы сообщим, просто остальные все забаним. Так же, с Дагером тоже нападаешь. Ну, они берут ДК под опарейшеной, под какие-то лонгрейнж-пылы, типа, ну, хоть что-то, чтобы было. А тут, ну, кот прыгнет, он застанет дальше, как будет развиваться. Дальше все покатятся, а там кондербейт, это биттерс-керс-покатерейл. Алхимик. Ну, электрик. Ну, не, алхимик, ну... Эмберс... Оооо... Ну, ты знаешь, сам по себе Эмберспирит норм, но опять же, Виртус Прос и Эмберспирит. Эмберспирит и Виртус Прос... Сереге Меде надо помочь. Они не играли с ним вообще ни одной игры, не выиграли за... Ну, пожелаем удачи, год умеет играть на Эмберспирит, это факт. Смотрим на игру Сереженьки на Эмберспирит, да и, в принципе, болеем за наших ребят и передаем слово Роману и Рустаму. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз с вами по-прежнему мы, Роман и Рустам, они же Каспер Адекват, соответственно. Мы продолжаем смотреть Виртус Прос против ЕГЭ и 1-0 ВП к нашему удивлению и счастью ведут. Да, вообще СНГ Дота сейчас в самом разгаре, и там и ребята из Вегас Кладрон, да, лидируют, и Виртус Про лидируют, есть шанс копать в верхнюю часть сетки, поэтому давайте посмотрим, в второй карте получится ли у наших команд вырвать победу до противника. Да, ну и, собственно, начнем с небольшого представления, как это принято. Команда ЕГЭ, ФИР будет играть на Андаинге, Артизи, Жирокоптер, Сумаил будет бегать у нас на Темплар Ассасин, Питер Даггер, он же ППД, Винтер Виверна и Юниверс на Дарк Сири. Ну и что касается Виртус Про, Фобос будет играть у нас на ЕСе, Готт у нас Эмбер Спирит в Миду, Лилл Суппорт Тускар, ФНГ будет суппортить на Дазлике, ну и Лидан фармящий Хускар с сапогом. Во, у нас Хускар и Тускар, два бравых парня. Хаскар и Таскар, чтобы люди там взорвались, Хаскар и Таскар. Да, да, да. Ну, в принципе, вот как отмечали наши аналитики, да, то, что Темпларк является прямой контроль Хускару, ну, в принципе, если речь идет о... о конкретном лобовом столкновении тет-а-тет, то да, она его неплохо развалит просто потому, что она хорошо бьет физикой. Но если они встречаются на линии, то у Темпларки могут возникнуть проблемы из-за того, что рефракшена у нее вообще никогда не будет. Но тут ситуация в следующем, то, что Хуск все-таки отправляется на легкую, против Темпларки в миде будет стоять Эмбер Спирит. Тут ситуация тоже примерно схожая, но поглядим на стиль игры, который выберет Год на Эмбер Спирите, потому что можно действовать по-разному. У нас и Сумаил очень агрессивный, и Год, мы видим, тоже решил особо времени зре не терять. Сразу же подрубает Флэйм Гвард, прогоняет Сумаила, и Сумаил качает Псиблейд на первом уровне. Ну, это вполне логично, вполне понятно. Вообще, Темпларочка, по идее, у Эмбер Спирита должна линию выигрывать. Она не убивает Эмбер Спирита, конечно, но по крипстату Сумаил должен доминировать. При этом у него есть отличнейшая возможность просто-напросто фармить нейтралов и стаки Эншетов. И этой возможности нужно будет пользоваться. Если кто-то у нас такает Сумаилу, будет очень прекрасно. У Элидана артефактов здесь не будет, это все, что могу сказать пока. Ну ладно, сейчас посмотрим, что там на нижней линии. На нижней линии у нас Фобос против Юниверса, но хотя бы у Фобоса тут дела должны идти хорошо. Просто потому, что линия будет постоянно запушена, у него постоянно будет много экспы, как минимум, а с деньгами там как получится. Но Фир против Элидана. У Хускара и так ХП не слишком много, а сейчас у него вообще 400 ХП максимальный запас. Так что как он тут стоять собирается, я вообще не догоняю. А все просто. Вот и аналитики тоже об этом говорили, что, ребят, против вас приходит Антайнг, Финтер Верн, бегите с этой линии. Хускар, боли, просто иди вниз, иди в мид куда угодно, но не стой ты здесь, не терпи. Здесь тебя просто будут насиловать. Даже если сейчас ВП встанут триплой, все равно их трипла выглядят хуже, намного хуже, чем трипла и Вилджиниус. Они не могут напасть с этой триплой, вот в чем фишка. То есть они просто, ну, допустим, Хускар кидает шарды, точнее, Туз кидает шарды. И так, погоди, у нас сейчас будут убивать ФНГ, нет, ФНГ ушел вживую. Так вот, с чего может начинаться атака у команды Virtus.pro? С каких-нибудь условных шардов или сноубола. Вообще, на каком-нибудь большом уровне они могут неплохо синицировать. Типа сноубол с моментальным подхилом от Дазла, это будет много дэмэджа. Но это не критический удар. Колд Эмбрейс дальше, дальше от Дайанг, Ставер Солри и Томбо. Ну, хил, колд Эмбрейс, что делать, все, вы заканчиваетесь, а у противника уже стоит в этот момент тамба. В этот момент у вас уже шесть стрел сидит в каждом. И вот прям в этот самый момент. Типа того, да-да-да. У нас еще и шейкер отвалился. Так вот, то есть действительно смена линии, она может привести к тому, что у Хускара будут деньги. Хотя бы у Хускара. Потому что так, мы пока видим, ну, у Года что-то будет, да, у него там сейчас 5-3, 6-3 у Сумаила. Ну вот, Год, мне нравится, как играет. Очень агрессивно, очень прессует Сумаила. Не дает ему нормально юзать рефракшн, поэтому Сумаила его будет юзать, скорее всего, там, прямо сейчас, чтобы подвыше, возможно, подобивать чуть получше крипчиков. Ну, вот сейчас мы видим, первый он уже пропустил. С этим уже проблем быть не должно. Так вот. Но на топе, да, драться вообще резона нет. Ты знаешь, тут такая ситуация, вот, что куда бы ни ушел Элитан, на самом деле, Антаникова везде по карте будет искать. Вот пойдет он, условно, например, в мид вместе с Дазлом, казалось бы, линия, да, Дазл, пускай, хорошая линия, линия, при которой Элитан будет чувствовать себя хорошо. Но на эту линию тут же ставим, неважно, к кому ставим Антаникова, и все, линия сразу становится проигрывать, потому что, опять же, Антаник с MDK мучает. И поэтому Элитану от Антаникова здесь уйти будет как-то вообще нереально. Есть варианты, например, какие-то с покупкой Доминатор уходом в лес, ну, я не знаю. Тут интересная была попытка зацепить Илью, но Виверна не доплюнула немного сплинтер-бластом. Ну, зато ФНГ, ну, опять это Тамбай и ФНГ, ну, боже мой, Артем. В который раз уже Артем попадается на этот самый Томп Стоун, хотя сейчас могут и ЕГЭ немножечко подвстрять, если будут еще одни шарды, а шарды есть. Попадает в партизе, уже много копий понакидывал Элитану, Элитан, ты бить будешь или нет? Элитан в итоге убегает, есть, сплинтер-бласт Илья, не хватает немножечко здоровья. Еще один подхил от ФНГ. Окей, Фирба не добивал, поэтому дальше не пошел. Ну, да, опять же, очень-очень такой тонкий момент, ВП здесь могли просто полечь втроем, но живых остались. И ЕГЭ уже заходит наглую поддава, вообще ничего не боятся, хоть СМП у них тоже проблемы. Давят, давят, прессингуют и, ну, делают, в принципе, все абсолютно верно. Так, как и должна делать Трипла, которая приходит в хард. Не, ну, Трипла тут пока совсем боевая, правда, вот мана немного у них закончилась. Сейчас Виверна пополняет тебе с Кларити. Манга есть у Фира, так что про Ману, наверное, слова можно свои забирать назад. С этим проблемы у них сейчас будут исчерпаны. И я смотрю на три добитых Крипчика у Ильи. То, что на Творс у него там 900 голды, это не слишком много. Ну, ладно, тут понятно, тут его просто гнобят, в этом нет никакой его вины. Линия такая. Да, он еще и на деньги, которые у него были, покупает себе хилки через Дазл и их приносит. Или там, ну, надо как-то стоять на линии, понятное дело, что приходится что-то приобретать. Ну, давай посмотрим на других линиях, что у нас происходит. То есть, Юниверснис 22 на 2 против Есу, который 17 на 2. Ну, тут они друг друга убить не смогут, это точно. И стараются добивать Крипов, нежели... Немножечко потруднее Фобусу, конечно, но, тем не менее, он справляется через Тотемчик Крипов. У Фобуса, кстати, замечательно все. Я думал, может, дела будут идти чуть хуже, но в итоге мы видим, очень сильно старается Шейкер именно ласт хитить. Причем через Афтершок, даже вот такими Тотемчиками добивает, подбивает. Все очень-очень правильно делает. Выжимает просто максимум возможной ситуации, ни на чем не экономит. Еще похоже на ранний выход Блингтайгер какой-то от Фобуса. Странквил у него уже есть. Может быть, конечно, поедет через Солу Ринг, но вот если на этой линии удастся постоять еще минут 5, но вот просто не выходя никуда, то можно рассчитывать и на покупку быстрого Блингтайгера. Так, там опять на топе. Попытка напасть на Элитана, скорее всего, будет. Причем тут стоит и красный, мы видим, опс, и зеленый. Соответственно, все все видят. И Элитан, возможно, видит меньше остальных, потому что он сейчас умрет. Не получится у него убежать даже под Грэйвом, скорее всего. Там будет подхил еще от ФНГ. Да, нет, пока под килл сулдаун или там байк с Рокот Беррэджа. Артизи пытается стараться до конца. Есть сноубол. Кирокоптер накрывает тоже ФНГ под 3-фер. Тоже можно убивать. Еще один сплинтер бласт. ФНГ на 7 хп выживает. Тут же подтягивается Гот. Есть Сиренчейнс, это минус ППД. 3 в 1. Неплохо. Вроде первыми фраг сделали ЕГЭ, однако и за это наказали. Тут уже, в принципе, неплохо, да? Косарик. Жалко, что Хускар погиб. То есть, если бы погиб, например, Даззл, а Хускар остался в живых, вообще было бы идеально. Но тут получилось наоборот, немного хуже. И Темпларка все время фармит Темпларка. У Темпларки уже на 500 голды больше, чем у Годом. Ну тут сказывается все-таки разница в героях. То есть, Сумаил больше ориентирован на фарм. Он выигрывает свою линию Эмберспирита, но при этом Эмберспирит более активен. У него есть возможность подключиться за счет своего флэмгарда, прийти и помочь сэмсимейтам на топе, например. Но у Темпларки по этому делу такой возможности пока нет. Поэтому вопрос пока фармится. Так, зацепили спалву Элидана, ставится Том Стоун, Рокет Берридж. Где же сейв? Сейва нет, далековато находился в ФНГ. И в итоге подставляет очередной раз своего керри. А почему вообще так получилось? Потому что Элидан пошел слишком далеко вперед. А почему он пошел слишком далеко вперед? А потому что у него большие возможности в этой игре, и он потенциально хорош. Но его за это наказали, потому что пока он немножко слабоват. Я в последнее время часто повторяю это, но повторю, наверное, еще раз, что тут не разберешь либо безграничная отвага, либо безграничная глупость. Ну да. То есть не факт, что он шел убивать людей, будучи один против троих. Зачем тогда он туда забежал? Действительно, тайна покрытая мраком. Но старт УВП завален в мясище. Вот складывается впечатление. Мы можем, наверное, открыть сейчас какие-то условные графики, увидеть то, что там вроде бы всего полторы тысячи. Но Топларк стоит линию свою лучше, Дарк Сиры стоит чуть лучше, Герокоптер значительно лучше. Ну да, и самые полторы тысячи содержатся практически в Герокоптере по отношению к Ускару. Ну разница в тысячу монет. Ну, Элидан пошел убивать троих. Опять. Опять он пошел убивать троих. Да, это интересно, Элидан. Это интересно. Как классно сейчас бы пойти троих убить. И пытается делать паунд. Внезапный вакуум. И вакуум у Юниверса первого уровня. Абсолютно не отпускает еще ФНГ. Идет до конца. Фиот Манго сожрал, ФНГшке ДиКей дал. ФНГшка еще подхил имеет. 155 хп. В чем был план? Расскажи ты мне. Давай, вот я тупой. Я не понимаю, как может убить Хускар один трех героев. В смысле как? Объяснили как. На лоу хп это игра армлетом. Без армлета. Без армлета. Игра армлета без армлета. С другой стороны, это возможно просто элементарное создание спейса. Ты понимаешь, когда профессиональные игроки умирают, это не всегда фит. Это иногда, это всегда. Это всегда. У меня лоха любил рассказывать подобные истории, когда он на Баунти Хантере 0.10 катал. Создание спейса, да? Создание спейса. Ну, например, для кого? Для Эмбер Спирит. А вдруг это расчет на то, что ЕС купит себе быстрый Блинк Даггер? Может быть, если у ЕС получится быстрый Блинк Даггер, потому что Фобос, воспользовавшись стартовым хорошим запаком, он покупает себе, да, Солринг, грейджиные стики. То есть это все, вот там 800 голды, там 500 голды, а это уже полторашка почти. И уже мог бы быть какой-то там условный Блинк, хотя вот сейчас могут напасть на Артизи и убить его. Артизи, есть бараж, Фобос подходит, Фобос фиссуру не дал. Опять же, почему не дал? Далековато, далековато ходился. Да ну, как сказать, далековато. Ну, на пределе, конечно, но кончиком-то можно было цепануть. Тут 4 игрока команды Virtus.pro. Вот, сейчас дал. Ставится Томбок, вот залетает тем временем. Новому нужно разбить, разбивать Томбок очень быстро. Очень быстро поломали Тамбу. Есть Спринтер Бласт, Сумаил, у тебя побивать Элидан, Элидан. Очень больно, Элидан! Шоллогрейм получает, потому что Шоллогрейм будет драться. Драться будет он, судя по всему, недолго. Сулага пробивает Артизи. Подхилл, дайте кто-то, 100 баллов засунули, это же смерть верная. Или же нет. Падает Undying, Сумаила накатили. И Спринтер Бласт, Томбок будет умирать. Есть еще один минус. Трэпа срабатывает по ФНГ, еще и ракеты сверху его накрывают. Сдается Артем уже. Просто встает. Нафиг тонили Кирокоптеру. Ну да, тут, конечно, он зарабатывает на огромное количество фрагов. Артизи доволен. Для Эмбер Спирита пространство создано. Он фраг сделал и ушел. Вот на кого Space в этой игре. На года. Ну ладно, если говорить без сарказма, то все еще хуже, чем было на прошлой карте. Реально еще хуже. Потому что сейчас Хускар, который с когтем на 10-й минуте, он меня совсем не впечатляет. Я думаю, как и никого. Он предпоследний по фарму. Предпоследний. И герой как раз специфический, потому что быстро фармить он не может. У него нет никакого АОЕ, чтобы как там Пларка прийти в один момент, там, Эншитом зафармить. Или как тот же Гирокоптер. Он просто вот стоит, кидает свои копья по одному так. Пук. Ну, герой такой, который, да, особо выезжает не на фарме чего-то там, а на убийстве героев противника. Вот этим вот игранием Армлет и так далее. Но проблема, как ты правильно заметил, что проблема в покупке то самого Армлета. Потому что Армлету-то и нет еще. И Доминатора тоже нет. И непонятно, когда будет. Армлет пока вообще в далекой перспективе, как мне кажется. Коготь есть. Это уже начало. Ну, старт положен. Старт положен. Вообще, можно купить на первые деньги, когда ты появляешься, Коготь. И сказать, что пацаны, Армлет почти готов. Осталось немного. Блинг Даггер у Темпларки. Очень классный артефакт. Действительно, аналогичная предыдущей игре ситуация. В том плане, что у ЕГЭ появляются очень быстрые необходимые айтемы. Причем довольно серьезные. За счет которых ЕГЭ могут что сделать правильно? Сделать подарок противника. Да, они могут, они могут. Ну, и в прошлой игре тоже уже хоронили Virtus.pro, но там злые гении подарили игру. Сейчас, я не знаю, мне кажется, сейчас они не должны допустить такой же ошибки. То есть второй раз на те же грабли, если они еще хотя бы одну драку сейчас проиграют, вот проиграют, совсем проиграют какую-нибудь одну драку, мне кажется, они просто выйдут из игры и напишут ГГЭ. Ну, тут погибает ППД, соло фраг, ничего страшного. Для ЕГЭ не произошло, но вот для Virtus.pro это такой небольшой лучик надежды. на светлое будущее, потому что хотя бы у Эмбера получается немного подфармливать. Ну, и более того, это не дает возможности ЕГЭ прямо сейчас собраться пятером, и что-то там прожать смог, например, или продавить какой-то тавер. То есть, опять же, это выигрывание немножечко времени. Времени так необходимо у товарища Ледак. И вот он снизу старается, бьет криповчиков, и нафармил себе на что? Нафармил он себе на целый... Во! Helm of Iron Will, отлично. Так, у нас тут Dark Seer еще в миде забрали. Хорошо. Еще один такой пиковчик. Замечательно. Да, фрага, да, на ровном месте делают. Без двазмездно. Без двазмездно, все верно. Ну и вот эти самые намеки уже на блинк-даггер. Сот монет есть у ЕСа. Ну, глядишь, еще парочку таких вылазок, где-то подфармил, где-то подкрысил, и, пожалуйста, можно и драки переворачивать. Ну вот будем надеяться. Будем надеяться на то, что еще у Шейкера получится себе этот блинк вывести пораньше. Немножко смущает то, что пока ЕГЭ не хотят играть вместе, почему-то. То есть они по-прежнему занимаются с фармом. Как раз в тот момент, когда Теплар купил себе блинк-даггер, казалось бы, можно уже нырять, убивать суппортов, которые сейчас особо без левела и без денег, следственно, без артефактов. Можно подключать герокоптера, который в принципе в артефактах особо не нуждается. У него есть уровень восьмой, этого уже вполне достаточно. Но как-то вот ЕГЭ бегают разозненно, и на этом ВП их ловит. Сейчас опять момент, потому что под смоками ВП идут вниз, и под вортом пробегает Антайминг, будет план перехват, скорее всего, нужно просто успеть. Фобос, Фобос к 10.40. Там есть, 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 там еще Лил с шардами, замечательные шарды, вкатываются. И работа комбинация в Сноубол с Захилом. И еще один фраг, третий фраг подряд. Третий фраг подряд. Хорошо, получается. В первый раз таких фрагов было 9. Вот, ЕГЭ там хорошо тогда, да, закинули, мы помним. Сейчас, возможно, схема Закидона, возможно, изменится. То есть, возможно, это будут вот эти самые соло-пик-оффы, которые со временем приведут к тому, что экономика выровняется. Пока Сумаил не хочет закидывать эту игру. Пока что Сумаил просто падает на годы, дает ему 3 тычки, и Браген почти погиб. Есть ремонт, есть ремонт. Он специально разводил противника, да. Да, можно было и недоразвести немного. Ну, если бы подрассчитал хп, да, было бы обидно, конечно. Он поставляет еще один ремонт. Ну, не подрассчитать Винтерскерс какой-нибудь. Тоже как вариант. Пошел на базу и будет, судя по всему, покупать себе Трава-Лап. Там Эмбер Спирит, который будет играть через Трава-Лап. Так, тут у нас Питер Даггер заплевывает Сплинтер Бласт. И палится в миде. Ну, ЕГЭ в Смоки обходит с фланга. Тут Сигильчик подсвечивает. С Фира слетел Смок, и все. Спалились ЕГЭ. Сразу же идут шарды. Отгородить Фира не получилось. Ну, Ганг не удался. Естественно, есть возможность угодно, опять же, подфармить ежедневно. Пытается немножечко сплитить. Ну, или Дан. Или Дан, который получает возможность фармить. Да, это фарм, конечно, не бог весь какой. Но, тем не менее, это какие-то попытки собрать себе архефакты. С предпоследнего места он вырвался, скажем так. Уже здорово, уже пятый снизу. Норма. Ну, был второй, все нормально. Все тогда идет по плану. С каким-то условным армлетом плюс масочкой, да, там, Морбид самый обычный, уже он хотя бы может нон-стопом фармить. То есть просто стоять, рейткликать любых вообще крипов, которые только будут ему попадаться. Ну, кстати, вот сейчас Артизи пришел забрать вражеские стаки. Ну, и подтягиваются в центр Virtus.pro, что попытаются как-то забрать Сумаила. Ой, там Иллидан может подставиться, посмотри. За ним в спину заходят ребята из ЕГЭ, Фир, вот он, Абинтер Виверна. Ставит Tombstone, залетает Иллидан. Ага, на перемещениях его. Подловили. Ну, нет остальных, просто нет остальных. Разбежались игроки ВП, никто не захотел драться под этой тамбой. Прыгает Сумаил, еще одна плюха. Заканчивается рефракшн, но это не так важно, просто потому, что теперь должны умирать игроки Virtus.pro. Ну, улетает отсюда Даззл и убегает, кажется, отсюда Фобос. Убежит или нет? Потому что Блинк есть, но... Я тут немножко оптимистично сказал, что на переключениях поймали Хускара. Просто он просто погиб из-за того, что он потратил свой ультимейт, а сам без ХП. Армлета у него нет. Армлета до сих пор нет. Да, да, да. То есть переключать его пока нечего. У него переключают довольно плохо, выключают. Да, да, да. Пока с выключением Хускара проблем действительно нет никаких. И еще вышка, тире один в центре. Еще потерпеть. Чуть-чуть надо ВП, но как-то пооткидываться. Ну, потому что вот-вот у Фобоса появится. Блин, вот он Армлет. И куда идут, ребята, из ВП? Куда же вы идете? Они с ноу-болом залетают на Артизе. Зачем прям туда? Здесь это Слэм. Сухо Слэмом по двоим. Еще подхил от Даззла. Но тут с тяжкой стенкой не хватило буквально 100 дэмэджа. Не хватает, ну, как так. Как же досадно может получиться? Погибает три игрока Virtus.pro. Тут же Готт. Три в два пока размен, но в пользу команды ЕГС. Сумаил остается в живых. И под предводительством вот этой пачки иллюзий. Прогоняет отсюда Готт оставил. Именно позади себя должен он жить. Там не хватило 100 урона. 100, ну, 50, наверное. Когда Шейкер зашелся с Сухо Слэмом. Там было замечательно. Просто не хватило дэмэджа. Бывает такое? Как же досадно-то. Ну, а по сути, что они дали? Они дали Хослэм под хил Даззла и рассказ Тускара. Все, нюков больше нет. Ну, а больше ничего и нет. То есть было выдано вообще все. То есть, ну, там понятно, что можно сказать, типа, Эмбер мог бы там с каким-то флеймгвардом. Да, ну, нет. Но я думаю, Эмбер там был занят. Это не перст. Вот, во-первых, Эмбер там был занят. И заняться теми ребятами, там было видно, что они вот должны умереть. Но не погибли. Но не погибли. Мне повезло. Бывает такое. ВП пытались дать такой небольшой камбэк. Да, они, конечно, убили двух героев. Размен все равно не в их пользу. Самое обидное, что в этой ситуации в очередной раз погибает пытается там фармить, опять же, где-то там на линиях. Ну, а ребята из ЕГЭ будут заходить на Рошана. Почему? Потому что у Сумаила появляется дезолятор. Следовательно, теперь проблемы с Рошанами, с фармом, с товарами быть не должно. И ЕГЭ этим будут пользоваться. На самом деле, рост экономики у ЕГЭ прекратился с момента того, как они набрали первых пять тысяч. Они уже давно ничего не смогли, не могут нафармить толком. То есть у Сумаил, я имею в виду, в глобальных масштабах, у Сумаила все замечательно. Тут какое-то супер вкатывание вот Лила. Нет, Илья так не работает. Так вот, дезолятор в случае качественного прыжка на какого-то дазла может вообще чудеса сотворить. Хватит ли у Сумаила вот этого хладнокровия, чтобы правильно выбирать цели, не бросаться стримглав на какой-нибудь там Хускара? Так, наоборот. Мне кажется, вообще самое идеальное сейчас-то вырубить Хускара просто. То есть вот он уже собрал армлет, чем опасен этот самый Хускар, что он армлет использует, постоянно переключает. А чем опасен Табларка, потому что она внезапно с одного удара Хускара вырубает с армлетом или без. Я говорю про дазла, про конкретную цель дазл. То есть дазл является, возможно, даже более приоритетной целью, нежели Хускар. Понятно, что Хускар это в идеале желательно убить, но под дазлом это на 5 секунд будет проблематичнее сделать. Хотя вот сейчас мы видим Иллидан, кидается Грейв, возможно, слишком рано. Да, Иллидан, очень много стаков кидать на Сумаилю, но Сумаила подхиливает, Виверн также его выхиливает. Еще, еще, продолжает стак, и там уже 12-11 зарядок в Сумаиле. Эхослэм, будет минус ППД, да, хорошо. Но сейчас, правда, появится Тмпларка и убьет всех. Гот, двух ударов падает просто, как же много демеджа, залетает, тп-аут пытается произойти. Ребята из Virtus.prone в ФНГ сбили, тп, Лилл пытается уйти, уходит также Фобос, Блинка. Ну, тяжело, конечно, ребятам из ВП проиграли драку. Один в три, вот по паттл-рекапу, видим, по дегам просили, один в два, ну, с учетом того, что Aegis был потерян на Тмпларочке. Да, ну, хотя бы Эгиду сбили. Ну, в чем проблема? Проблема в том, что Кускар прежнему слаб, прежнему ничего особо плохого сделать не может, а Эмбер Спирит еще сильным не стал. Вот он купил себе Травела, то есть это артефакт, понятное дело, для мобильности, для быстроты фарма, но при этом он не дает возможности себе убивать противника, и купил себе Клеймо, то есть это недособранный еще БФ. То есть году еще нужно минут-таки 15, ну, так, да. Да, то и 20 добрых минут, действительно. Ну, впрочем, помимо БФ еще и Кристаллис какой-то. Так же, как Кускару. Но, знаешь, можно сказать так же то, что пока EG еще не выиграли. Пока еще Virtus'а как-то держится, я вообще не знаю как. Мы видим, что преимущество уже в этот раз действительно перешагнуло за отметку в 10 тысяч. Это уже действительно очень много. Там уже почти 12. И сейчас для EG самым важным является не закинуть, как это было в прошлый раз. В прошлый раз они закинули там 7 тысяч. Сейчас уже 12. Сейчас закидун, может быть, еще больше. Ну, Сумаил, видим, что играет очень-очень аккуратно, и очень хорошо, и очень качественно. Что самое главное, Сумаил максимум пользы для своей команды привносит. У него 6.05 стат, то есть 17 фрагов он получал столб 11, покупает себе БКБ. И все, ну, БКБ, Дизоль, Блинкдаггер. Такой стандартный джентльменский набор на Templar Assassin. Ну, попробуй его остановить хоть чем-то сейчас. То есть уже станы не работают, нюки не работают, она бьет, и все, что можно сделать, это пытаться ее как-то кайтить. Ну, да, нужны, я не знаю, что, гасты нужны, наверное, потому что магии тут, ну, Виверна, гирокоптер с кулдауном, но кулдаун обычно сразу залетает. Смотри, какой интересный маневр, как разменулись жестко Virtus.pro и EG. Вот сейчас только-только ВП помигали на то, где находится гирокоптер. Главное, чтобы первым бежал какой-то нормальный герой, а не Эмбер. Вот так ты взял Эмбера, опустил. Маленький герой. Ну, вот не понятно, кому первым врываться вообще в вопрос. То есть, ну, по идее, Фобус, но Фобус и Хаслэм пока кулдаун, то есть они будут его ждать. Стоит там довольно серьезный и довольно интересный КПД, вот так пролетает. И находит всех. Год, Год, попадает под Винтерскерс. Год, еще одну тычку. Год, да ладно, успевает уйти в ремант. Год выживает, уходит. Тут же Иллидан начинает наваливать по Юниверсу, но Юниверс отсюда также уйдет, растягивается драка. Остается здесь ФНГ, Иллидан, летит к ним ППД. Уходит Фобус. Фобус, кстати, с Хаслэмом. Не забываем про Фобуса с Хаслэмом. Не забываем про Фобуса с Хаслэмом. Вот он нападает по двоих и отличнейшая фиссура. Сумаил попадает по двоих. На Шулу Грейта, посмотри. Они будут играть Сумаила. Сумаил без ПКП. Еще один минус. Погибает, правда, Иллидан, но Фира тоже можно убивать. Это минус 4. Вновь Virtus.pro. Непонятно как при перепаке в 12 тысяч у противника выигрывают в драке. 4 тысячи голды было отыграно. Боже мой. В 4 тысячи тоже. Фантастически просто получилось. Опять же, Хускара не запокусили. Он бил, он дрался, он получал Шеллоу Грейв. Дарксир в этой драке не показал себя никак. Почему? Потому что начально фокус был именно в него. Залетал с ультимейта Иллидан. И Юниверс все, что осталось ему сделать, прожать тэп-аут. И в драке он просто ушел. Ну и Фобос. Фобос очень четко выждал. Прям самый спокойный шейкер, наверное, в истории. Который переждал все этапы драки. БКБ переждал темпларки. Вот что самое важное. Вот самый конец уже ворвался. Говорили о том, что нужно кайтить темпларку. Единственный вариант просто переждать окончание БКБ и потом влетать. Все получилось здорово. Деньги отыграны, ВП шансы сохраняются. Каким образом они это делают по-прежнему? Я не знаю. Я вообще без понятия. И вот это больше всего бьет по морали. Когда ты на месте команды, которая в первой игре вроде бы овнила. Потом что-то пошло не так. И вы, знаешь, расстроились. Действительно начали играть более... Это бьет по морали. Да, да, да. Просто понакатанное. И сейчас происходит ровно то же. И ты уже начинаешь на подсознательном уровне. Думая, типа, блин, да твою же дважды. А как их выигрывать вообще? Они победимые или нет? Эти фиртус-про. Мы уже и на 12 тысяч впереди. И на 20 тысяч впереди. А выиграть не можем. Что не так? Что мы делаем не так? А в итоге нужно просто собраться одним мощным кулаком и продолжить движение. Вот оно. На графиках мы видим камбэк. В эти самые 4 тысячи. С 12 до 8. Но пока еще не так критично, скажем. ВП еще не стали первым номером. Поэтому... Но сам факт. Да, сам факт того, что был такой маленький переворот. Но ЕГЭ по-прежнему очень сильные. По-прежнему будут играть с позиции силы. И вот сейчас они продолжают прессинг на мид-линии. Элитан. На исходной позиции. Стандартный набор у него. Артефакт уфиреется. И ждут. Так, есть подвязочка. Что там у нас с Эмберспирита? Есть БФ пока только. Уже, в принципе, неплохо. Начало положено. И Тарксир ищет возможность ворваться. У него есть блингтагер. Но его прекрасно видно стоит под вордом. Айшард смутливо встречать. Подвязали. Нет, он стянул. Пока без стенки. Правда. Элитан. Опять Сахасабу. Опять по-двоему. Опять замечательная фиссура. Но нет продолжения. Только-только сейчас вкатывается Тускар. Ну, блин, ну зачем же Грейв-то на Фобоса? Он же все сделал. Все, что мог. Надо было спасать Хусика. Сноубол прям в стенку. Неудачно. Да, все получилось не так, как надо. И все-таки погиб только один Керокоптер, который сгорел. Жив остался там год. Ну, так проиграно. Вот этот синдром спасателя только что у Дазла сработал совсем не на руку команде Virtus.pro. Он спасал Шейкера, который дал прокаст полностью. Ну, да. Зачем? Так бы Хускар, я уверен, влил бы еще больше урона. Он бы еще, возможно, даже кого-то убил. А так один в четыре. Ну, да. У ИГ получилось провернуть хороший файт. Все-таки вот эти вот сноуболы тогда, когда стоят, например, Винтерскерсы, Томбы, Волов Риплика, они не самые качественные за месяц почему-то получаются. Иногда лучше эти самые сноуболы не юзать. Ну, понятно, там Хускар хотел спасти, хотел как-то изменить ход течения драки. Ну, не вышло у Лила сделать это качественно. В итоге 24-15 вновь ЕГ возвращает былое могущество, былое преимущество. Посмотрим, как они будут этим пользоваться. Ну, и пока Год имеет возможность просто сплетить. Так, тут Году, кстати, его возможность сейчас будут пытаться как-то обрезать, скорее всего. Хотя мы видим... Нет, нет, нет. Виверный здесь нет. Без Виверный ловить его пока вообще нечем. Вообще, по поводу контроля тут большой вопрос к ЕГЭ. То есть, тут Эмпер Спирит, неуловимый парень. И нет встанов. Ну, вот если посмотреть... Неуловимый до первого Хикса, который уже на стадии сборки. У Дарксира уже есть Ultimate Orb. Это неприятно. Да, это действительно неприятно. Если, конечно, Юниверс сейчас убить пару раз, вот он с Блинка уходит. И да, не получается никак его тут выловить. Ну, вот на этой стадии до отсутствия какого-либо Хикса, контроля, один только Винтерскерс, который тратится не на Кода. Код пока чувствует себя хорошо, успевает ремонт уходить. Вот Сумейл ныряет, сразу ремонт. О, Винтерскерс пошел! Год, два удара, три удара! Ну, там с дабл-дэмиджем Сумейл, ну, просто не отпускает. Это одного контроля, одного дизейбла хватило, чтобы убрать Кода. Ну, да, да, по семь сотен криты. Неприятно. Кристалис покупает себе темпларочку, дэмиджа стал еще больше. Как ее убивать? Ну, как убивать? Дождаться, окончание БКБ, влететься Хослэм и запустить, единственный вариант. Да, это минус Т2 еще на нижней линии. Будет заходить на хайграунд, большой вопрос. А Эмберспирт-то нет, да, некому сплитить, некому отбиваться издалека. В итоге, в итоге, в итоге, сейчас будет падать хайграунд. И там ба, посмотри, какая агрессивная там ба, прям вот на хайграунд. Идет Иллидану ее ломать, и тут идут ломать Иллидана стяжка. Грейв все-таки успевает кинуть Дазл, но все равно без ремонта. Иллидан пытается играть армлитом, но слишком много дэмэджа залетает от Тепларочки. Это уже минус 3, суммарно, в учетом смерти Эмберспирта. Иллидан дальше Сумаил! Очень больно. Очень неприятно, вал разлипанье. И по-другому эта авантюра, она может аукнуться в итоге. Нужно просто ломать базу, и ЕГЭ вспоминают про это. Переключаются все-таки на вышку, глиф заканчивается, и урон сейчас пойдет полной силой по зданию. Да, подтягивается Гот, который уже появился. Ну нет, аж элементарно Кристаллица, слишком мало дэмэджа с фистов залетает. Прежнее ему ловят тычки от Сумаила. Фир, подвязали, есть Сол Рип, лоу-хпшный код, на ремнант уходит. Но остался там Лил под стенкой, получает Турнов Шаррлз. Запейте на него, ЕГЭ, что вы делаете? Пейте просто в бараки, вот же. Да, 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 вот они опять вспоминают, зачем они вообще сюда пришли. Опять начинают бить бараки. Милишный барак, не добили, и уходить отлично. Так, с нас ТП делает тренинг Фобос, Фиссору на Артизе. Иллидан будет залетать, линия там БКБ. Колдаун залетает, или там, понимаешь, лучше переждать войти. Очень быстро поломали Тамбу. И, слушай, тут еще год сможет зацепить, через секунду будут фисты. Ой, да ладно, немножко ошибся. Но убивают, убивают, пепеги. И не ушел. Хорошо. Ну, ЕГЭ опять непонятно, что сделали. Они заходили, они очень много времени провели на чужой территории. Они там находились, там, с минуту, наверное. В итоге даже бараки снести не смогли. Милишный сейчас захилится, и в итоге плюс им только один Тир-3. Да, то есть не так много ЕГЭ сейчас сделали, как им бы хотелось. И Virtus.pro, я думаю, должны быть сейчас по большей степени счастливы. Но вот появление Солара Креста на зомби, оно очень сильно будет мешать опять убивать Сумаила. Сумаила сейчас просто машина-убийца. Посмотри. Дезолятор. Дейдалус. По большому счету, ты знаешь, что убивает его, это вот нюки, которые после БКБ проходят. Там, да, Солара Крест с руки не пробьешь по-прежнему. Ну и до этого особо не пробивали, поэтому Сол-Сол. Причем тут даже форстафами особо сейчас не отделаешься. Тут реально нужны гасты какие-то для того, чтобы эта темпларка давала там пару лишних тычек в молоко. Залетает гирокоптер с фланга. Будет, возможно, сейчас даже нападать на Фобоса. Фобос кидает Фиссуру. Замечательная Фиссура. Ой, Сумаил подрезали. Вроде там там Бада, там мы теперь тоже не добраться. И теперь Фиссура, возможно, не такая качественная, отличная стяжка под стенку Дарксира. Иллидан там на ласт хитах, конечно, дерется, но никого здесь не убить. Рошан достанется команде ЕГЭ. Ну, вот так вот. Ну, УП особо вариантов-то и не было. Они пытались там забрать быстренько этого самого Рошана, а Егис попытаться отыграться как-то. И вышло. Все-таки Сумаил так быстро не забрать, даже если он был отрезан своей командой. И снова эти комбинации в виде Wall of Replica, там всяких Винтерскерс работают исправно. Против них сложно бороться. Надо просто, наверное, все-таки не давать возможности противнику забирать такую комбинацию, которая работает с получением шестых уровней на всей стадии их игры. Ну, и сейчас ребята из ЕГЭ будут просто-напросто пытаться снести хотя бы две стороны. Возможно, даже пытаться выиграть игру сразу, с этого захода. Ой, юбилей. Да, юбилейная действительно игра. Пятисотая игра в составе ЕГЭ для PPD. И недавно только праздновал юбилей у нас товарищ Сайлент, играя за Империю. Тысячную карту. Да, это вообще жесть. Да, без пятисотта игра. Тоже неплохо. Ну, вот нижнюю линию поломали к тем временем ЕГЭ. Блокополученно сейчас будут пока отходить, потому что ВП по полном составе живы. И, наверное, все-таки может быть на развороте пытаться противнику спать. Или Данку обоставляет, боже, два удара! Ты видел вообще это? Фантастика. Крит пролетел просто жестокий. Крит неплохой прилетел. И стягивает, но без стенки. Это раз или Дана под кулдаун. Эхо-слэм, но БКБ. Два БКБ, да, уходит Эхо-слэм. Шейкер в итоге погибает. Туск тоже отсюда еле живой уходит. Но там самая проблема. Так вот, уже пишет ГГ, ПНГ. И Evil Geniuses сравнивают счет и сводят все к решающей третьей карте. Ну, знаешь, какая вот такая ситуация бывает тогда? Она случается, что команда выигрывает две карты, но счет один-один. Мы ЕГЭ реально выигрывали две карты. Первую карту, вторую карту они просто довели до ума и не закидывали. Ну, в этой они тоже старались, но не получилось закинуть. ВП сейчас могут прийти и предъявить скайт. Ребят, а где подарок?